виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча когда мы говорим о рынках интересных возможностях движениях в свете того фона который сложился технических нюансов если есть интересный паттерн тоже иногда подмечается но наша задача это помочь нашим подписчикам тем кто следит за нашим том числе и совместным контентом помочь разобраться в текущей ситуации и принять какое-то торговое решение мы конечно же мы стараемся быть максимально объективными с учетом того что смотрим на рынок с позиции собственного опыта но конечно же мы не претендуем на истину опять же прям первая станция друзья прежде всего вы должны контролировать риск-менеджмент и фактически принимать решение то есть по торговле определять уровни где лучше разместить лимитные ордера и так далее стоповые приказы надеемся с виталием то что вот эти прописные истинные правила риск-менеджмента вам понятны и на них не нужно слишком часто делать акции ну что видали эта неделя ну не такая она есть интересные на события как прошлых наверное это тоже неплохо и либо нормальная ситуация на рынке когда какой-то период времени мы работаем с кучей фундаментальных событий новостей какой-то период времени отходим этих новостей опять же обдумываем ситуацию изменилось ли что-то в политике американских или политики центральных банков сша европы прочих регуляторов с учетом вводных макроэкономических отчетов новых я позволю себе задать вопрос тебе как человек . очень хорошо разбирается фундаментальном фоне после выхода данных по нонфарм пэрлс которые по всем компонентам разочаровали количество рабочих мест уровень безработицы динамика роста заработных плат ты считаешь что вот этот один отчет может изменить настроение на рынке и существенно приблизить вот этот вот первый шаг фид резерва по снижению процентной ставки ну ты допускаешь что американский регулятор может начать смельчать политику раньше сентября буквально пару слов и так приветствую всех ну здесь можно на пару этапов это все разделить во первых было помимо нонфармов еще выступление павла в среду тоже его затрону немножко по поводу выхода нонфармов да они ниже ожиданий но вот я читал подробный отчет это скорее всего связано с сезонностью то есть такое снижение то есть я не помню там хороший один экономист расписал детали что это сезонность там по разные разные компоненты есть поэтому стоит ли обращать на этот отчет прям такой делать ориентир сложно сказать да вот это чтобы я сказал это первое потом что сказал павел павел сказал принципе одну хорошую вещь что мы скорее всего ставки поднимать не будем реакция на рынках хорошая но еще до павла до в среду когда он наступал до выхода нонфармов во вторник мы встречались и мой анализ показал что скорее всего рынки будут расти но имея ввиду там s&p 500 евро доллар и какие бы новости не выходили они вышли такие какие нужно нужно мне да чтобы потолкнуть рынки наверх поэтому так как графики учитывать все все пошло по плану и отвечая на твой второй вопрос будет ли понижение ставок мне сложно сказать но я думаю что на рынке будут выходить такие новости и их интерпретация среди трейдеров на финансовых рынках такая что они будут гнать рынки наверх s&p 500 евро доллар ну пока до того момента пока ситуация не изменится я уже буду по факту говорить вот есть текущая картина нам не показывает рост поменяется я тогда буду как это говорят переобуваться да на рынке вот как то вот так поэтому новости будут выходить такие которые будут способствовать росту евро фунта s&p 500 как вариант а возможно нет посмотрим виталий спасибо тебе за ответы ну я предлагаю тогда вернуться к нашим традиционным инструментом прибежаться опять же по тенденции давай начнем с меня так начнем также с того инструмента на который я всегда делал прежде всего акцент это индекс доллара американская валюта 105.07 да действительно данные по нонформперлс которые вышли в пятницу они сильно не дотянули до прогноза аналитиков отсчет объективно казался слабым количество новых рабочих мест если сравнивать вообще со значением двухмесячной давности почти вдвое ниже уровень безработицы подрос с 3.8 до 3.9 процентов были опять же другие компоненты которые подсветили может быть наличие предпосылок для такого же значительного роста инфляции потому что средний показатель на повышение заработка снизился в данном выражении со 4.1 до 3.9 процентов но ты правильно отметил то что анализ более глубокий вот этих данных он может в конечном счете позволить сделать вывод о том что есть имеет место быть такое понятие как сезонные факторы и один отчет он по сути наверное не играет какой-то серьезной роли и уж тем более при всем уважении к нему не сможет потянуть на статус того чтобы изменить рыночное позиционирование даже повторный сейчас уже после выхода данного анализа инструментов этого чтул который за нас как раз анализирует и оценивает шансы смягчения экономической политики показывают то что он в сентябре показатель снижения процентной ставки его вероятности по-прежнему ниже 50 процентов и я сегодня на своем брифинге также говорил что теперь нам очень важно дождаться данных по инфляции в сша за прошлый месяц они выйдут в следующую среду как раз у нас будет с тобой эфир во вторник буквально за день до выхода этого отчета и там уже после этого релиза будет уже окончательно ясно что имел ввиду американский регулятор в лице паула о том что нет гарантии того что инфляция вернет к целевому значению и напротив есть риски того что инфляция останется повышенной я думаю что он действительно останется повышенной и есть предварительные индикаторы того что инфляция прошлого месяца подросла это сильные показатели по роничным продажам и уже двухнедельной давности индекс писи расходят наличное потребление один из наиболее предпочтительных индикаторов для резервового сельки ситуации с инфляцией поэтому я в принципе на средний долгосрок остаюсь предан идее того что доллар сохранит вот эту траекторию роста и будет торговаться выше 106 пунктов но также хочу отметить что на этой неделе мне начать ему не расти не падать потому что в основе хеофон по сша ну практически пустой я сейчас не хочу делать отдельную отсылку на отдельные заявления представителей резерва потому что тоже при всем уважении к ним они не очень тянут на статус тех кто может спровоцировать какие-то мощные движения ну это выступление гулсби вильямса они никогда не провоцировали серьезную латильность а просто давали такую около рыночную оценку ситуации ну и опять же их риторика подтверждает тот факт что американский регулятор может быть и не будет снижать процентную ставку в сентябре поэтому ожидание роста доллара остается в силе после кондиционного отката я думаю то что существенно глубже вот этого локального минимума который был показан достигнут в конце прошлой неделе 104 сорта мы уже не уйдем и в конечном счете индекс перейдет к росту британская валюта поскольку у нас следующий эфир с тобой пройдет во вторник нужно сделать акцент на фонд на мой взгляд потому что из тех релизов которые будут в рамках этой недели и важных отчетов стоит отметить только лишь британский новостной фонд заседание банка англии в четверг и пятницу еще данные по и промышленному производству по аналогии с другими регуляторами за исключением федеризирова я уверен то что банк англии будет тоже тем самым центральным банком который начнет готовить нас к смещению экономической политики у нас долгое время не было возможности послушать именно и понять обновленную позицию банка англии сейчас это изменится и если и цб уже буквально со всех сторон с которых есть возможность подсвечивать идею того что ставка будет снижена в июне я полагаю то что британская экономика которая может быть по показателям экономического роста даже хуже чем по еврозоне в целом но единственное хуже только лишь германии но я говорю в целом про еврозоны в общем из-за именно слабого экономического роста на мой взгляд даже несмотря на сохраняющиеся показатели высокой инфляции банку англии стоит обдумать возможность более раннего смягчения экономической политики и в пятницу я жду еще один слабый отчет по по поэтому здесь сделка в шорт как раз мы отбились от уровня верхнего уровня локального исходящего канала и полагаю то что к следующему эфиру у меня будет возможность констатировать тестирование уровня 1 24 50 и потенциально даже ниже и пару слов буквально про рынок нефти 83 45 сейчас основа активизировался скажем так новостной фон связан с ближним востоком и ситуация между израилем и палестиной буквально несколько дней назад мы обсуждали тему возможного перемирия сейчас этот вопрос еще актуален то есть это не значит то что если на рынке появились брос новостные о том что израиль может возобновить наступательную операцию в арафахи это не значит то что переговоры больше не продолжаются я считаю что все таки до тех пор пока дело не дошло до реальной эскалации конфликт я надеюсь что не дойдет нужно все таки быть приверженцы того что стороны смогут хотя бы попробовать найти какой-то компромисс и нужно обращать внимание на рынок нефти который на самом деле гораздо более чуткий инструмент чем что-либо другое в плане анализа новостного связан с геополитикой если даже на текущем этапе котировки нефти не смогли найти достаточный фон и повод для роста значит он вряд ли появится в ближайшей торговой сессии я считаю что бренд задолжал нам скажем так тестирование поддержки 80 долларов за баррель и скорее всего снижение продолжится сантимент указывать пользу такого сценария и я также очень жду данные по торговому балансу китая на этой неделе там ожидаются плохие показатели и данные по запасам нефти сша потому что на мой взгляд запасы могут поставить новый многомесячный максимум плане роста и негативной тенденцией развития медвежьего тренда на мой взгляд здесь приоритете поэтому шорт целью 80 долларов и потенциально ниже вот на этих инструментах я сегодня остановлюсь потому что опять же новостной фон не дает возможность добавить портфель большее количество активов чтобы их друзья на вам разложить по полочкам виталий слово тебе может быть у тебя есть как бы торговые рекомендации по другим активам будет неплохо ну давайте быстро пробежимся по всем инструментам которые прошлый раз обсуждал и дам комментарии что дальше где-то нужно подождать и так далее на и так s&p 500 напомню прошлый раз я давал рекомендации на покупку то есть говорил что ключевый уровень это 5000 пунктов мы видим что на прошлой неделе мы пытались его тестировать то есть но удержали и в принципе кто воспользовался моей рекомендации мог заработать вот видим неплохо неплохо выросли по данному инструменту что дальше дальше я говорил что у нас такие перспективы если вот эта коррекция которая была у нас в апреле это коррекционный тренд и если он вот здесь закончился то мы дальше идем тестировать максимума которые были в начале прошлого месяца там пять сколько у нас получается пять пять триста с копейками да и дальше очень сильно наверх сейчас такой переломный момент по s&p мы вошли в такую зону коррекции достаточно сильную и здесь могут как вариант или сделать какую-то коррекцию как вариант или поломать вообще вот этот тренд и дальше падать вниз поэтому я пока каких-то новых рекомендаций давать не буду там на покупку или на продажу я бы так сказал кто ранее покупал плюс держит без убытки вот я со своими подписчиками мы покупали сидим без убытки и надеемся на дальнейший рост посмотрим что дальше если здесь что-то проторгуется новое возможно ближе к инфляции то будет там более понятно дальше bitcoin по биткоину я не помню прошлый раз давали что-то по данному инструменту но на текущий момент здесь возникает вопрос у меня вот эта коррекция которая длится уже практически два месяца закончилась ли она и пойдет ли в рост биткоина такой вариант существует но он у меня я бы так не сказал прям там на 80 процентов он там где-то примерно 60 65 процентов такой вероятность то есть ключевой уровень поддержки вот я бы смотрел вот эти минимума которые были вчера за ними следил если мы их сегодня все-таки хорошенько день закроем то дальше можно смотреть на перспективу роста биткоина глобально там 70 80 тысяч обязательно здесь стоп лосса ниже данного уровня выставлять вот как-то вот так потому что почему нужно стопы ставить у меня здесь есть альтернатива в том что это коррекция не закончилась и вот это падение последний месяц вот вот это вот это что показываю и видно вот средняя скользящая 50 розовая вот мы ниже нее и отсюда мы можем так хорошенько еще уйти на 55000 можно может и 50 тысяч поэтому стоп обязательно так как если мы здесь проваливаемся то будет хорошенькое такое падение как вариант вот как то вот так после пьем дальше по металлам коротко ну было вот это снова вчера до получается эскалация как говорят конфликта или в каком-то там формате пошло есть реакция по золоту вчера немножко от купили но слабовато там серебро более красиво от купили вот за ним нужно наблюдать по золоту я пока вне рынка нахожусь вот этот коррекционный тренд который на начался последние несколько недель сложно сказать закончился он или нет у меня еще мало информации я даже не исключаю что мы можем еще дальше падать и пока не торгую буду еще ждать несколько дней чтобы понять закончилась ли эта коррекция дальше покупать шортить можно ли если даже и шортить то с очень короткими стоп лоссами да то есть вот этот момент поэтому так дальше коротко по натуральному газу прошлый раз советовал покупать вот данный инструмент я вообще за ним наблюдаю уже последние там два месяца и светую там во всех своих обзорах его среднесрочно покупать так как здесь присутствовал среднесрочный паттерн очень красивый то есть мы ученики знают о чем я и мы его принципе неплохо отработали и вот я как раз прошлый вторник вот на битве аналитиков давал его здесь его покупочку мы принципе локально отработали и дальше думаю стоит его держать в лонг кто ранее покупал кто не покупал в принципе можно снова его покупать с текущих плюс минус на более рассчитывать на более какой-то сильный рост еще там 10 20 30 центов возможно он сделает по нефти я прошлый раз ошибся думал что у нас мы будем пробивать вот сюда вверх но по итогу мы закрылись ниже 86 данный уровень ключевой называл можно было пробовать чертить но я здесь я говорил еще прошлый раз что я не торгую на текущий момент но давал комментарии как бы по данным инструменту на текущий момент то же самое не торгую по комментариям принципе могут сделать как ты сказал 80 на есть небольшая проторговка еще буду день-два ждать аналогично то есть пока вне рынка дальше 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 фунт доллар на этой неделе по нему блок статистики такой достаточно сильный как ты отметил напомню прошлый раз я давал рекомендации на покупку и в принципе я целюсь и дальше вверх так если смотреть фунт доллар у меня есть такой среднесрочный прогноз что у нас возможно вот это падение которое было два месяца подряд март апрель оно закончилось и фунт доллар у нас будет улетать там очень очень высоко там 1.30 1.35 как вариант но при условии что мы на этой неделе или там уже по факту будем смотреть не будем ломать зону 2450 то есть мы еще можем как я вариант рассчитываю что мы из текущих плюс-минус растем второй вариант мы немножко пониже уходим тестируем вот эту зону 24 25 24 с половиной плюс-минус если мы ее удержим то дальше фунт стоит покупать среднесрочно тоже касается евро доллара в принципе кто-то будет индекс доллара евро то есть там зеркальная картинка по евро доллару у нас аналогично прошлый вторник я давал рекомендацию на покупку здесь немножко меня там среду под под нервничал немножко потому что вот этот день закрылся ниже уровня который я говорил но я потом со своими ребятами когда в моменте мы в среду от купали мы перезашли на покупку и в принципе неплохо локально можно было заработать и на текущий момент аналогично по евро я дальше советую только покупать с текущих можете покупать если будет немножко снижения докупайтесь ключевой уровень это 106 50 то есть вот этот импульс если мы ломаем в таком случае евро возможно дальше будет глобально падать напомню глобальную картинку я рисовал что по фунту что по евро у меня вот так вот это все что происходит происходит последний год плюс-минус это все коррекция и мы с нее будем по евро выходить на 1 12 на 1 15 на 1 18 плюс-минус но обязательно риски то есть это самое главное трейдинги потому что многие их не соблюдают и пересиживают и так далее то есть это самая грубая ошибка трейдинг я считаю можно там ошибиться с анализом несколько раз да но при этом на каждой сделке там потерять там по несколько процентов но сохранить депозит и потом на какой-то сделке отбить это все и еще там выйти условно в плюс да но когда ты что-то покупаешь или шартишь без стоп лосса то рано или поздно тебя рынок догонит да поэтому это что касается евро ну еще одну валютную пару вот я бы хотел добавить если у нас еще есть время доллар рубль я ее не торгую но она мне кажется имеет такие среднесрочные перспективы достаточно сильные на укрепление вниз имею ввиду на укрепление рубля то есть у нас есть такой здесь мощный паттерн он уже формируется сколько дико 3 4 5 месяцев да то есть у нас вот это если рассчитывать это импульс вниз вот здесь вот эта коррекция ключевой уровень у нас девяносто три с половиной мы его тестировали несколько несколько раз был даже вы на сложный я думаю что отсюда мы падаем на восемьдесят семь с половиной и дальше на восемьдесят на восемьдесят рублей плюс минус в эту зону это такая перспектива мы даже должны мне кажется так быстро сюда уйти потому что возможно эта коррекция уже закончилась и будет такой быстрый импульс как вот здесь было и видно что на здесь там или регулятор какой-то цб или кто-то еще там достаточно сильно удерживает эту зону по разным причинам да и явно он будет показывать снижение вот это ли спасибо за добавок анализ по большому количеству инструментов давай тогда следить за новостным фоном за новостными триггерами если что-то будет интересно мы с тобой обязательно это обсудим уже во время нашего с тобой следующего эфира но еще раз повторюсь что о содержании экономического календаря особо интересного ближайшие дни нас ничего не ждет исключением от британской валюты свете предстоящего заседания банка англии ну ладно спасибо тебе за твой анализ за внимание к такому количеству инструментов и за то что наше время обсудить со мной хороших трейдов и хороших выходных увидимся во вторник все пока удачи